Привет, мои дорогие! Я сегодня хочу пойти на пляж. Вчера пошла вечером туда же, на берег, откуда я вам уже множество видео демонстрировала. И вот хочу сегодня... Вчера, кстати, вечером хотела пойти и поснимать закат. И что вы думаете? Я пришла на берег. Шикарный закат. Ну, вы знаете, вы видели, берег красивый, закат шикарный. Но я забыла дома фотоаппарат. В общем-то, я решила любоваться молча и единолично. Вот ходила по водичке. Водичка теплая, у нас еще очень тепло. Ходила и любовалась закатом. Поучаствовала в процессе заката солнышка, когда оно садилось. В общем, я ходила и молча любовалась закатом. Закат был очень красивый. Я посмотрела, как садится солнце. Очень красивые блики на воде были. Вода теплая. По водичке ходила босиком. Ну, понятно. Да, понятно, что не обуви. В общем, постояла на причале до самых сумерек. Когда уже стемнело, тогда я уже пошла и, в общем, отправилась домой. Получила массу положительных эмоций. Жаль, конечно, что с вами не смогла поделиться. Ну, я думаю, я сниму закат. Возможно, и сегодня. Сейчас уже день. А я хочу пойти на пляж. Я хочу искупаться. И в то же время хочу что-то интересненькое, красивенькое снять. Потому что все-таки это конец сентября. Это уже осень. У нас, правда, еще, конечно, лето жаркое. Вот. Но все равно уже другие краски. Уже другое настроение в природе. И это видно невооруженным глазом. Это очень красиво. И я сегодня это сделаю. Я сделаю сентябрьскую съемку берега. Дальше. Забавный случай. Ну, как забавный. Хочу сказать о том, что все-таки мир тесен. Оказывается, у меня в подписчицах есть моя давняя знакомая. Она еще была совсем ребенком. А я уже была девушкой. И у меня была с ней дружба. Поскольку она мне докладывала о человеке, который меня интересовал. Она была моим тайным агентом. Ирина, привет. И я хочу показать фотографию. Там, где я держу ее за ручку. И вот что забавно. Забавно то, что когда моя дочь была в возрасте 3-4 лет. 3-4-5 лет она очень не любила эту фотографию и ревновала меня к Ирише. В общем, как я это обнаружила? Тогда компьютера не было. И я смотрела семейный альбом. Мы находились далеко от родины. И поэтому, значит, я часто его просматривала. И вот как просматриваю я ту страничку, где эта фотография. Фотография все время вот так перевернута. Ну, то есть, пустой стороной. Изображения нет. Я переворачиваю ее стороной с изображением. Думаю, ну что такое? Потом опять. И так много раз. И, ну, после какого-то раза я поняла, что это Маринка. Я спросила, Мариночка, это ты делаешь? Она сказала, да. Почему ты держишь эту девку-попевку за руку? Так что Ириша девка-попевка. Вот. И вот сейчас, оказывается, эта девочка Ирина стала моей подписчицей. Как она мне говорит, что уже давно смотрит мои видео. Мне это очень приятно. И так, друзья, мир тесен. И я предлагаю вашему вниманию, во-первых, у меня все наоборот получается. Во-первых, у меня получается фотографию с этим изображением, там, где я Ирину держу за ручку. Мы тогда отдыхали на море под Очаковым. Ну, отдыхала наша семья и она со своей бабушкой. Вот. Ну, а после этого я вам предлагаю уже видео с реки, с берега. И вот уже первые каштаны лежат на полу. А вы знаете, наш кот любит играть с каштанами. И я немножечко ему возьму несколько штучек. Вот я набрала каштанов и иду дальше, иду на пляж. Ну, и теперь, как всегда, совершенно не вижу, что снимаю. Но поскольку здесь все красиво, я думаю, что я снимаю что-то красивое и интересное. На пляже почти пусто. И все-таки сегодня, какой у нас, 24 сентября, да? Ну, я иду на то место, где я все лето загорала, купалась, потому что я хочу купаться. Вот, но я же не знаю, где какую одну, знаете, реки вещь коварная. И поэтому я буду купаться на том месте, если, конечно, водичка позволит, на котором я и купалась все лето. Вот первые желтые пряди у ивушки. А вот полные ветки маслин у маслинки. Кстати, они довольно сладкие, но терпят. Я решила расположиться у самой воды. Вы слышите, как хохочут чайки? Вот сейчас она курлычет, а перед этим она хохотала. А вчера, когда я ходила по берегу, они просто заливались хохотом. Это удивительно. Они хохочут, как люди. Посмотрите, какая прозрачная вода. И блики на воде от солнышка. И вот такой совершенно, совершенно не вижу, что снимаю, совершенно пустой берег. Конечно, совершенно пустым его не назовешь. Но по сравнению с тем, что было летом, довольно пусто. Много теней прибило к берегу. Вы помните, я вам показывала летом медуз. Сейчас медуз нет. Это было, правда, один раз. Больше я такого не видела явления. Вот. А теней много. Но водичка при этом, я не знаю, никто не купается? Нет, купаются. А, ну, раз купаются, значит, я тоже буду. Во всяком случае, я окунусь, это точно. Все, друзья. Я пошла, я раздеваюсь и иду в воду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я хочу снять берег. Прямо с воды. Я сейчас зайду подальше. И хочу показать берег, как он уже преобразился. Вот. Я вам сейчас покажу уже желтые листочки. Желтые пряди на ивушках. Ветерок. Небо осеннее очень. Вчера, правда, оно было совершенно чистым, но сегодня немножечко преобразилось. Вы помните, я вам показывала июньское видео. Как много людей было. Как много людей было. Вот сейчас совсем немножко. Но вода. Я думала, окунусь и выйду. Ничего не получилось. Я обултыхалась где-то с полчаса. И я бы еще... Но мне немножко уже просто поднадоело. Я хочу немножечко снять же. И... Ой. Сбилась. Когда говорю, видите, не посмотрела... Не посмотрела, что снимаю. Так, на чем я остановилась. Сейчас покажу вам ветерок. Вот такой ветерок. Легенький. Совершенно. Вот такие уже слегка порыжевшие макушки деревьев. И теплейшая вода. Это удивительно. Я не знаю, сколько градусов. Ну, не знаю. Совершенно. Ну, совершенно тепло. И я могла бы еще час в ней сидеть. А я вам сейчас открою маленький секрет. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой сентябрьский пляжный натюрморт. Каштаны и маслины. Такие маслины растут у нас по берегам наших рек. Вот вы слышите восторг купающихся дам Забальзаковского возраста, как я понимаю. Судя по их голосам. Да. И по выражениям. Такое тоже бывает. И вот эти маслинки, как я уже говорила, они очень сладкие и терпкие. Я вообще, когда маленькая была, я их обожала. А вода теплая. Ну, сейчас чуть-чуть прохладнее стало, чем была, когда я пришла, когда я купалась. Я снова купалась. Но уже чуть-чуть, чуть-чуть не такая теплая. А вода действительно очень такая прозрачная, чистая и по-летнему теплая. Хочется купаться, купаться, плавать, плавать. Что, собственно, я все это время и делала в перерывах между съемками. И мой любимый дом, который мне безумно нравится. А вы знаете, друзья, дело в том, что медузы у нас опять. И я так понимаю, что они нас не собираются покидать. Их заносят с Черного моря к нам. Ну, тут, как раньше говорили, лиман. Я не знаю, лиман, это река. Я уже запуталась. Но медузы в этом году есть. И даже сегодня. Девушка насобирала полный стаканчик медуз. Видимо, кому-то будет показывать. А я подумала, что их уже нет. Есть, есть, приносят к нам медузок. Так что вода немножечко чуть-чуть солоноватая. Я уже так много наснимала. Это монтировать и загружать будет довольно много. И видео будет довольно длинное. Но надеюсь, что вам будет интересно. Ну, просто обожаю такие тучи. Ну, просто обожаю. А я помню, как с Черным-силоро. А я не знаю, как с Черным-силоро. Их зашипал с Саром. Так что вы ориенство ещё купали в север. Да, а как... А, ты что, ориенство ещё купали в север. А, ты что, ориенство еще купала к север. Ау! Ау! А, да! А, ну да! А, у europe! А, ну да! Да уж. Вот сентябрина. Так моя бабушка называла эти цветочки. Они цветут в сентябре. Обычно их выращивают на клумбах. В палисадниках. Но они прекрасно живут вот среди камышей. Очень красивые сиреневые цветочки. Что-то у меня не фокусируется. Ну как-то так. Просто здесь комаров очень много. Комаров много, поэтому фотоаппарат в знак протеста не хочет фокусироваться. А тут будут шашлыки. Как красиво. Посмотрите, огонь. Ну что вы. Конец сентября. Вечер. И костер горит. Как романтично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...